Мария Баронова в 19 лет перешагнула порог следственного управления. Выбор профессии перед девушкой не стоял. Ее дедушка, отец и брат проработали в системе МВД много лет. В рамках закона все личные свои эмоции в сторону. В рамках действующего законодательства, уголовного кодекса, морально-этические тоже присутствуют. Умение оставлять эмоции за рамками уголовных дел. То, что отличает следователя по призванию от случайного в профессии человека. Мария научилась это делать, как и ее коллеги по управлению. Это 78 высококлассных специалистов. Свой профессиональный праздник они встречают на рабочих местах, в масках и перчатках. Как того требует эпид-обстановка. Интересный факт, что профессию следователя очень много выбирает именно женщина. Я хотя не считаю, что это женская профессия. Потому что я уже говорил, что она связана с большими рисками. Но тем не менее, женщины успешно справляются. Более может быть где-то в каких-то местах внимательны. Наблюдательность. То, что отличает следователя от других людей. Это подметил еще Шерлок Холмс. Реальные сыщики слова литературного коллеги подтверждают, но признаются. Даже во время отдыха они обращают внимание на детали. Переключиться бывает непросто. Нужно уметь обращать внимание на те вещи, на которые, например, обычный обыватель просто пройдет мимо, не обратит внимания. Это профессиональная черта порой. Не дает спокойно жить, потому что везде, проходя мимо, по улицам, все время человек находится следователь на чеку. То есть, все время видит какие-то посторонние лица, кто чем занимается, госномера машин, запоминает дорогу, запоминает лица и прочее. То есть, это все профессиональное. Экономист, нарколог, специалист по авторскому праву. Следователям приходится погружаться в разные профессии. Это необходимо для раскрытия уголовных дел. У них ненормированный график. Нередко они подвергают свою жизнь опасности. Времени на семью практически не остается. Но домашние относятся с пониманием, ведь их родные стоят на страже закона.